Меня зовут Алина, я из Белоруссии, из Минска. Я давно уже, год, наверное, полтора хочу поучаствовать в Сепасе. Я намеренно выбирала какой-то лайтовый вариант, потому что те варианты, которые я слышала, я подумала, что это для меня слишком стрессовая история, поэтому я отдавала запрос в космос на какой-то лайтовый вариант, и вот мне подруга голосовала эту ссылку на этот реприт. Я, честно, не читала вообще ничего. Я не знала, какая у нас будет программа, я не знала, где мы будем жить, и, что самое важное, я не знала, кто будет вести реприт вообще. То есть для меня был полный сюрприз, когда я приехала, прилетела в аэропорт, нашла ребят, и я долго, наверное, минут пять просто смотрела, думала, так, а кто вообще, кто тут главный? Как это будет вести? Потом поняла, нашла Сергея, так еще изучала, я прям слышала, как мой мозг переваривает информацию, и думает, так, что я смогу от этого человека получить? И в это же время, одновременно с этими мыслями, пробовала отпускать и принимать, потому что я человек доверяющий, и я знала, что я в нужном месте, с нужными людьми, и проводник нужный. И вот самое главное и ценное, что я увожу, это то, что я нашла учителя, именно с той манерой, которая мне нужна. И юмор, и точечно, и легко. То есть такие глубокие вещи, интересные, потому что я прям исписала много страниц для себя, и я знания какие-то увожу тоже, но с такой легкостью подачи просто. Я просто до этого, я обучалась поучингу Миши Саидова, он очень плотно дает информацию, очень сложными словами, и ты думаешь иногда, что он вообще не на русском языке говорит, а тут просто вот все так ложится, и ты понимаешь, о чем человек говорит. В общем, для меня это было, конечно, открытие, и очень интересно. Что еще для меня было ценно и важно, это молчание. У меня очень неспокойный ум, и первый день это было прям такое тут-в-в-в-в-в-в-вопросы, вопросы-вопросы, я не понимаю, где моё небо, куда язык надо втыкнуть, а руку куда, а дышать, что такое уже? Это просто бомбардировка была вопросов. Я первый день записывала их, второй день я подумала, фигня, вообще не надо это делать. На третий день настолько расслабился мозг, что я с благодарностью относилась к тому, что мы молчим, потому что если бы это было говорение какое-то, мой мозг бесконечно бы отвлекался на какие-то вопросы. Вот мне хватило, наверное, вот сутки, наверное, да, сутки у меня ушло на вот эту перенастройку, на спокойствие ума, что как есть, принимай как есть, как получается, как чувствуешь, делаем как вот, как идёт, не надо никаких вопросов, всё. И по итогу, когда Сергей в конце, когда мы начали разговаривать, он говорит, какие вопросы, а я-то помню, что у меня в тетрадке там вопросов 20-30, наверное, не меньше, и я такая, нет вопросов вообще. Для меня это был очень ценный опыт. Я увидела, на что отвлекается мой мозг, в чём суета состоит, какие мои основные эмоции я переживаю. Вот опыт молчания оказался для меня очень ценным. Практики, так как у меня есть опыт какой-то уже практик физических, я практиковала пилатеса 2-3 года, и даже мне были какие-то вещи удивительные, я почувствовала новые мышцы у себя, я такая, о, а вот тут тоже что-то есть, а вот тут тянется, а вот это прикольно. То есть я чувствовала удивление, и, на мой взгляд, это такая ценная критерия, когда человек удивляется, что вот что-то интересное происходит. Поэтому я словила полный комплекс эмоций за эти три дня. Я даже подумала, а ещё о продолжении, а я хочу. Ребята собрались в классное место, и так, как я говорила, я вообще не смотрела, где мы будем жить, в каких условиях. То есть как-то это было настолько вторично для меня, но когда мы нас заселили, когда мы познакомились с хозяевами этого места, очень приятно всё. Меня удивило питание, было очень сытно, красиво и вкусно. На завтрак, когда принесли кашу с круассаном, это прям такое удивление у меня было. Но я такая, я прям думала, боже, как приятно. А потом читаю с утра, что не в удовольствии, не в прикрашении. А мозг такой, ну давай постонем хотя бы. Про себя. Поэтому первые дни, когда я вкушала пищу, я стонала про себя. Потом научилась нейтрально относиться к пище, а потом снова научилась созерцать и удовольствие получать немножко иное. В общем, много всего со мной произошло за эти три дня. И это прекрасно. Условия замечательные, учитель потрясающий. Люди, соответственно, учителю примагничиваются определённые. Ребят, всех благодарю за смехотерапию вчера. Как только все начали говорить, все начали не говорить, а смеяться. И это было просто вот какое-то потрясающее такое событие. То есть обычно, когда в социуме живёшь, человек долго молчит, 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 он взрывается явно не смехом, он взрывается каким-нибудь агрессивным импульсом, потому что он в себе много всего копил. А мы вот, видимо, за эти два дня полноценных накопили столько внутренней радости и блаженства, что у нас всё это выходило через этот смех. И я прям чувствовала эти вибрации, когда мы сидели за столом. Вася тебе прям вот вообще... Просто скажи, куда ты в следующий раз проезжаешь. Я хочу сидеть рядом. И вот эта просто комната вибрировала вся вот от наших вот этих положительных эмоций и от этого смеха. Это было просто потрясающе. Ну, ещё интересные практики вот самого массажа и вот этот контакт. Интересный для меня был, когда ты молчишь и при этом чувствуешь человека. И тебе не нужны вообще никакие слова для того, чтобы понять друг друга, не нарушать какие-то границы, очень мягко как-то взаимодействовать. В общем, осознаний много, много интересного опыта. Кто хочет нырнуть мягко в какие-то новые или свои практики с минимальным стрессом, это идеальный способ.